А на сцене местного народного театра герои шоу Малихима. Необычайно разнообразны, не похожи природные условия гигантского региона. Новое развитие получила в Приморье традиционная отрасль земледелия рисоводства. Из поколения в поколение десятки лет передается здесь мастерство земледельцев. И подтверждение тому встреча с членами большой крестьянской семьи с не совсем обычной фамилией Пехота. Познакомьтесь, пожалуйста. Борис Пехота, комбайнер. Виктор Пехота, тракторист. Третий брат Николай, шофер. Четвертый, Петр Пехота. Вот уже десяток лет возглавляет один из лучших совхозов. Нину Пехота и ее брат Владимира мы повстречали на ферме. Она животновод, он управляющий отделением совхоза. Младшая сестра Людмила, воспитательница в детском саду. Основатели трудовой династии, коренные дальневосточники, как говорится, прикипевшие к родной земле, Анна Тимофеевна и Моисей Алексеевич Пехота. Признаемся, мы заранее договорились с ними, чтобы успеть на семейное торжество. Раз в году съезжаются они в день рождения Моисея Алексеевича, прадеда, деда, отца. Великое трудолюбие и любовь к земле. Вот что передают они детям, внукам. Наследство потомственных хлеборобов. Решение задач больших, значительных продовольственной программы на Дальнем Востоке имеет свои особые сложности. Важнейшая задача отказаться от завоза продуктов питания из западных районов страны. Добиться максимальной самообеспеченности продовольствия. И представляется принципиальным, важным применение современных технологий, индустриальных методов ведения сельского хозяйства. Таких вот аграрно-промышленных комплексов, как тот, что действует в поселке Некрасовка Хабаровского края, немного пока, совсем немного. Но опыт их внимательно изучается, учитывается. Птицефабрика, одна из крупнейших в стране. И примечательно, что это новое, в чем-то даже обогнавшее время предприятие, построено и пущено именно на Дальнем Востоке. А неподалеку, в совхозе Дружба, уже дает продукцию скотооткормочный комплекс на 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Так решается важнейшая хозяйственная и социальная проблема в достатке производить мясо, молока, яиц, другой продукции для стола дальневосточников. Каждый, кто приезжает на Дальний Восток повсюду, на Чукотке и Сахалине, в Приморье и Преамурии, повсюду становится очевидцем глубочайших перемен. Но время выдвигает не менее сложную задачу. Сберечь, сохранить для нас, для будущих поколений, природные богатства, самобытный облик и уклад жизни этих краев. И не случайно в программных документах, в недавних постановлениях Коммунистической партии и Советского правительства, остро и масштабно ставятся вопросы развития всех народностей, населяющих Советский Дальний Восток. В этом большом деле все важно. Нет мелочей. Это и уважение к национальным обычаям, традициям, и забота о возрождении и развитии народных промыслов. Сохранить самое ценное, истинно народное, в культурном наследии, такова суть национальной политики. Вспомнилось. В Ленинграде, в квартире на Мойке, на рабочем столе поэта, одна из последних рукописей Пушкина. Составляя конспект географического сочинения «Описание земли Камчатки», поэт заметил, места эти заповедны, неразгаданы и дороги для каждого россиянина. И мы прикоснулись к чудесам Камчатки. В долине гейзеров, знаменитого Кранотского заповедника, нежданно повстречали в группе туристов неутомимого космического путешественника Георгия Михайловича Гречка. Недра Камчатки богаты полезными ископаемыми. А геотермальные воды сегодня уже включаются в хозяйственный оборот. К традиционному богатству рыбе добавляется продукция камчатских теплиц. Камчатка уже обеспечивает потребности своего населения в овощах. Но это лишь начало столь нужной большой работы. Какие блестящие имена мореплавателей и исследователей, охочих людей, русских первопроходцев связаны с Дальним Востоком? Паярков, Держнев, Крашенинников, Беринг, Невельской. Разве перечислишь, разве назовешь всех? Все, кто прошел трудными дорогами региона, делают вывод. Здесь сосредоточены, пожалуй, наиболее богатые ресурсы суши и моря. И, наверное, потому столь велика роль науки в комплексном освоении и развитии Дальнего Востока. Академик Николай Алексеевич Шила возглавляет самой молодой в стране Региональный научный центр Академии наук СССР Дальневосточный. Вопрос к академику. Чем было продиктовано решение о создании центра? Дело в том, что Дальний Восток это чрезвычайно важный в экономическом, политическом, я бы сказал, стратегическом отношении район Советского Союза. Сибирское отделение не состояние было обеспечить нужных темп развития науки на Дальнем Востоке. Президент Академии наук СССР Келдыш поставил вопрос о создании самостоятельного подразделения в пределах этого региона, о создании Дальневосточного центра, как потом это было сформулировано с ответчим поставлением Центрального комитета партии и правительства на Дальнем Востоке. Поразительные перемены произошли за это небольшое время. Во всех областях, краях Дальнего Востока были созданы новые научные учреждения, новые институты.